С главными новостями этого дня в студии Валентина Чибичек. Президент Владимир Путин провел очередную 14-ю по счету прямую линию. Еще до ее начала поступило 2 миллиона вопросов от россиян. И это не предел. Вопросы принимались в ходе всего мероприятия. Так их число перевалило за 3 миллиона. В этом году задать вопрос можно было не только по номеру колл-центра или в СМС, но сделав видеозвонок или обратиться к президенту в социальной сети. В прямом диалоге с президентом участвовали различные группы граждан. Ветераны Великой Отечественной войны, представители ОНФ, герои резонансных телерепортажей, студенты, многодетные семьи и многие другие. Всероссийский прием населения в этом году длился 3 часа 40 минут. Все в России начали экономить. На чем стали экономить лично вы, Тамара Георгиевна, Москва? На времени. Это самое дорогое, что у нас есть. Прямая линия с президентом не тот случай, когда нужно экономить на времени. Владимир Путин во время общения с жителями страны времени совсем не жалел. Круг вопросов был, как всегда, широк. От цен на нефть, инфляции до обращений личного характера. Первым вопросом, который получил президент страны, стал видеовопрос из Омска. Он касался состояния дорог, из-за которых постоянно ломаются машины. Власти Омска на жалобы горожан не реагируют. Владимир Путин подтвердил. Проблема дорог действительно обострилась во многих регионах страны. Я посмотрел, как тратятся эти дорожные фонды. И выяснилось, что денег там, в общем-то, и немало, но очень много средств уходят нецелевым образом на решения других задач. И в этой связи мы с правительством еще подумаем, но я считаю, что, конечно, надо будет, первое, окрасить расходы из дорожного фонда, против чего раньше всегда возражали руководители регионов Российской Федерации. Но потому что это был для них и является до сих пор определенным загашником, из которого можно взять средства на другие цели. Потому что это не запрещено законом. Нужно окрасить эти средства и сделать так, чтобы средства шли именно на дорожное строительство или на капитальный ремонт. Одно из первых мест в прямой линии с Владимиром Путиным занимает вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Глава государства в первую очередь заметил, человек должен понимать, за что он платит, когда ему приходит счет из коммунальной службы. Это касается и взносов на капремонт, которые платят собственники жилья в многоквартирных домах. При этом регионы могут сами принимать решения о размере тарифов. Но главы регионов должны согласовывать решения с депутатами местных ЗАГС собраний. Жители России волнуют и высокие, как в ювелирном магазине, цены на лекарства. Недорогих отечественных лекарств на прилавках аптек почти не встретить. Владимир Путин напомнил, в 2016 году на программу развития фармацевтической промышленности предусмотрено 16 миллиардов рублей. Общий объем финансирования составляет порядка 148 миллиардов рублей. В условиях, когда припали и доходы граждан нашей страны, правительство пошло на что? На сдерживание роста цен. И если в целом вот эти жизненно важные препараты лекарственные выросли на 8,8%, то дешевые выросли в прошлом году, по-моему, на 16. Ну, я могу ошибиться, но по-моему, на 16%. Но в чем дело? Дело в том, что производители утверждают, что и этого роста им недостаточно. И вот это сдерживание правительством роста индексации, роста цен, по сути, приводит к тому, что, по мнению производителя, производить эти лекарственные препараты для них становится невыгодно. Что касается лично президента, он старается пользоваться лекарствами из дешевого сегмента, делает что-то вроде прививок. Но если на лекарствах можно экономить за счет выбора отечественных марок, то на продуктах экономить не получается. Такое мнение выразила жительница Москвы. Для примера она привела сумму из семейного бюджета, которая тратится на продукты. В 2015 году это было 5 тысяч рублей, в этом уже 10. При этом правительство говорит, годовая инфляция составляет всего 12,5%. В известной степени это, честно говоря, рукотворный результат рост цен на продовольствие. Почему? Потому что мы же в качестве ответных мер на санкции Запада ввели ограничение на ввоз продуктов питания из-за границы. Мы сознательно пошли на этот шаг, имея в виду, что это создаст условия для развития нашего сельского хозяйства, освободит рынок. Так и получилось. На фоне общего падения ВВП в 3,7% и промышленности в 3,4% сельское хозяйство выросло на 3%. Ответил Владимир Путин и на вопрос об обеспечении транспортного сообщения между регионами России. Речь шла о содержании стратегических аэропортов – Диксон, Хатанга и Енисейск. Президент сказал, что работа в этом направлении идет не так быстро, как хотелось бы, но будем ускоряться. За 3 часа 40 минут Владимир Путин ответил на 80 вопросов из более чем трех миллионов поступивших. Традиционная встреча с россиянами завершилась посланием Бабы Зины. Заметил очень интересное послание. Я его прочитаю. Баба Зина желает долгих лет жизни вам. Баба Зина желает долгих лет жизни не только всем присутствующим в студии, но и всем гражданам России. А мы, в свою очередь, давайте поблагодарим Бабу Зину за это послание и выразим надежду на то, что и ее здоровье останется в целости, сохранности, что она будет счастлива и здорова. Большое вам всем спасибо.